Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию, в виде обзор по техническому анализу основных валютных пар, рассмотрим валютные пары с евро, британским фунтом, японской иеной, канадским долларом и австралийским долларом. Сегодня 22 января 2020 года, среда, самый разгар недели. Это время, когда на рынке начинают происходить самые сильные и самые интересные движения и события, и наши торговые идеи могут реализоваться самым лучшим образом при грамотном подходе и терпении. А мы начинаем. А начнем мы традиционно с валютной пары евро-доллар. Эта валютная пара, похоже, постепенно снижается в рамках основного прогноза. На вчерашней сессии пара скорректировалась до уровня сопротивления на 1.11.11, но преодолеть его не смогла. Продавцы смогли удержать уровень и отправили цену вниз до предыдущего локального минимума, который был отмечен 20 января. Учитывая данный факт, можно сказать, что базовый сценарий на продолжение снижения все еще сохраняет свою силу. Основное сопротивление теперь находится на уровне 1.10.96, который цена может еще протестировать в рамках локальной коррекции. В случае отбоя от него пара направится к ближайшим уровням поддержки на 1.10.53 с потенциальным продолжением до 1.10.25. Ну а британский фунт, в свою очередь, глобально находится в рамках широкого диапазона. Вчера пара не стала продолжать снижение, скорректировавшись в район отметки 1.30.82, ниже которого и продолжила консолидироваться. Ситуация здесь достаточно неопределенная, базовый прогноз на снижение еще сохраняется, но его потенциал начинает существенно сокращаться. Краткосрочная поддержка находится на 1.30.40 и только снижение ниже этого уровня подтвердит данный прогноз. В свою очередь, рост и закрепление выше уровня 1.30.82 сменит приоритет на восходящий. Пока же этого не произошло, я придерживаюсь основного сценария на снижение с пробоем поддержки 1.30.40 и достижением первой цели на отметке 1.29.94 и далее до 1.29.62. А вот наши прошлые предположения о развороте в йене, похоже, находят свое подкрепление. Пара пока подтверждает основной прогноз на начало снижения и формирует заходную формацию. Котировки снизились до уровня 1.109.80, где цена нашла краткосрочную поддержку и уже сегодня скорректировалась к сопротивлению на отметке 1.10.10. Это сохраняет базовый прогноз на снижение и в случае успешного отбоя от сопротивления по паре ожидается сильный нисходящий импульс. Также не исключена локальная коррекция до уровня 1.10.25, рост выше которого отменит в свою очередь свой основной прогноз. В свою очередь отбоя от этих уровней направит пару к ближайшим уровням поддержки на 1.109.60 с потенциальным продолжением до 1.109.86. Несколько усложнилась интрига в паре с канадским долларом. Здесь складывается крайне спорная ситуация, в котором выход из диапазона все же состоялся вверх. Однако импульсного роста после прорыва верхней границы не состоялось. Это можно считать ложным прорывом. Цена, похоже, снова вернулась в границы диапазона. Я пока сохраняю глобальный взгляд на снижение пары, который вероятно изменится, если цена вырастет выше уровня 1.31.14. Но пока я не исключаю коррекции к этой отметке и отбоя от него с формированием разворотной формации. В этом случае цена направится к 1.30.53 и далее до 1.30.21. В любом случае пока рекомендую быть осторожными в этой паре. Ну и наконец австралийский доллар, который продолжает свое постепенное снижение в рамках основного сценария. Вчера нашла краткосрочную поддержку на 0.68.55 и скорректировалась до 0.68.75. Откуда, встретив сопротивление, пара начала снижаться, опустившись ниже уровня поддержки. На текущий момент цена уже снизилась к очередному уровню на 0.68.39. И после небольшой консолидации снижение скорее всего продолжится. Поэтому базовый сценарий на снижение пока остается в силе. При реализации этого сценария ближайшими целями выступают уровни 0.68.04, а при его преодолении уровень 0.6774. И у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор по техническому анализу от компании Тикмил. С вами был Арман Бесимбаев. До встречи в следующем выпуске. Всем удачи и профитных сделок. Всем пока.